Кинематография Кинематография Куприны поселились в Париже. Во Франции семья Александра Куприна жила бедно. Редкие гонорары, непостоянные заработки и долги. Отец звал дочку кисой. Александр Иванович вообще очень любил кошек. С ранней юности киса поражала красотой. Высокая стройная девушка, полностью во вкусе своего времени. Благодаря эффектной внешности, 16-летняя Ксения получила возможность поправить материальное положение семьи, устроившись манекенщицей в дом моды Поля Пуаре. Уже 18 лет Ксения получает свои первые роли в кино и сразу становится заметной звездой экрана, хотя почти все ее роли второго плана. Ее партнеры по фильмам Жан Морей и Жан Габен. Ее имя на афишах. И ее подруга Эдит Пиаф посвящает ей свою пластинку. Сам Иван Бунин был в числе поклонников таланта молодой красотки. Псевдонимом Ксения взяла домашнее прозвище, чуть поменяв его на французский манер. Киса Куприн с ударением на последние слоги. Популярность ее росла. К ней приглядывался Голливуд. И будущее оказалось лучезарным. Ксении Куприной не было и 30, когда ее родители засобирались обратно в Россию. Александр Иванович был очень болен. В эмиграции жизнь не сложилась. Умереть писатель хотел на родине. Но Ксения, подумав, уехать отказалась. Хотя было понятно, что с родными она расстается навсегда. Вернувшийся в Советский Союз Куприн вскоре умер. А в войну в блокадном Ленинграде погибла и мать Ксении. У самой кисы с отъездом родителей жизнь рассыпалась как по волшебству. Контрактов не вышло. Подросло новое поколение звезд экрана. А французские студии к тому же перестали приглашать актеров-эмигрантов на роли. Еще и эмигрантское сообщество обвинило ее в том, что она продала родителей большевикам, уговорив их вернуться и получив за это от Советов деньги. Своё сорокалетие киса Куприна встретила в одиночестве и забвении. Большие гонорары, которые она получала в юности, давно были потрачены. Жених погиб в автокатастрофе. Оставшаяся без ролей бывшая звезда играла в театре. Затем закончила курсы и устроилась работать костюмером. После войны Ксения Александровна стала подрабатывать переводчицей. Часто сопровождала в поездках советских спортсменов и делегатов. Узнав о ее неустроенной жизни, Союз писателей СССР пригласил ее вернуться в Москву, пообещав помочь с работой и жильем. Со стороны Союза был и свой интерес. Ожидалось, что Ксения привезет отцовский архив и всю мигрантскую работу Куприна, которая за границей никому не была нужна. Рукописи, письма, статьи, очерки – все это хотелось получить советским исследователям наследие великого писателя. Ксению не обманули. Ей дали советское гражданство, небольшую квартиру на Фрунзенской набережной и место в театре. Предложили неплохие деньги за архив Куприна. Это не дало Кисе прежнего звездного положения, но позволило вполне достойно прожить последние годы. Она играла в театре, писала книги о своем отце и участвовала в создании его музея. Правда, семья и так и не обзавелась. В 90-е годы о Кизе Куприно вышла телепередача, в которой журналисты описали ее годы жизни в Советском Союзе как беспросветную нищету и прозябание. И даже сообщили, что архив отца был у дочери то ли украден, то ли изъят обманом. Однако остались интервью и записи театральных работ Ксении Александровны, а также фильм о ней, свидетельствующий об обратном. Об оставленной французской жизни бывшая звезда не сожалела. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому